КОНИТИВА! И наш отважный капитан, чего уж греха таить, это я, которая отправляет все свои самолеты по 4-й и 5-й линии в надежде перехватить каких-нибудь эсэминцев, которые там встретятся, ну и разведать, что же за противник, какой рейнджер противостоит ему в бою. Ну и, к сожалению, обнаруживается, что рейнджер-то в ПВОшном сетапе. И это, конечно же, очень и очень неприятно. И, к сожалению, японские пилоты гибнут в неравном бою, забрав с собой большое количество самолетов противника. Ну а тем временем бомбардировщики и торпедоносцы уже готовы сбросить свой смертельный груз по линкору, но здесь крейсер включает заградительный огонь ПВО и начинает выкашивать самолеты нашего херю одного за другим. Ну и, к сожалению, не попадает в цель бомбы. И всего лишь одна торпеда находит вражеского линкора. Увы, увы. И остатки авиагрупп возвращаются на базу для перезарядки. Несмотря на то, что левый фланг был для наших самолетов потерян, мы обнаруживаем большую группу кораблей справа, по которым можно неплохо отбросаться торпедами. Вперед, японские асы! Заводим двигатели! Две торпеды с четырех попадают в линкор, и он отправляется на дно, а остальные две устремляются в сторону Магами. Почти, почти и нет! К сожалению, они проходят мимо и Магами уходят. Бомбардировщик промахивается по фубуке, и взглянув на счет, мы обнаруживаем, что команда уже начинает проигрывать. Счет у нас 2-4. Что же делать дальше? Тем временем наши истребители снова в воздухе и отгоняют вражеских бомбардировщиков от нашего ордера, но сами вынуждены отступить под огнем истребителей противника. Спустя некоторое время ситуация со счетом немного выравнивается, но здесь мы обнаруживаем, что начинается захват базы, а значит нужно срочно лететь и спасать ситуацию. Вперед, японские пилоты! Вперед! Прекрасно исполненные японские ножницы не дают никакого шанса Обе, который пытается убежать с захвата, но уже слишком поздно. Несмотря на то, что угроза захвата базы уже миновала, тем не менее опасность грозит самому Хирю, к нему приближается эсминец, и вперед наши торпедоносцы отправляются ликвидировать эту угрозу. Противник принимает одну торпеду, но все еще остается на плаву и открывает огонь, поджигая Хирю. Ситуация становится достаточно серьезной, ведь нет ни одного другого корабля, который мог бы помочь нам, но вторая торпеда все-таки отправляет на хало на дно. Туда ему и дорога. На карте засвечивается последний недобитый линкор, и наши бомбардировщики отправляются в бой. Благодаря нашим союзникам, нам все-таки удается переломить бой и сделать его победным, но тем не менее остается последний враг. Это вражеский авианосец Рейнджер, который в своем истребительном сетапе портил нам всю игру и не давал проходу. Ну и что же будет делать наш отважный капитан Якадзун Мусасимару в данной ситуации? Конечно, повяжет себе белую повязку, достанет свой самурайский меч, и вперед на врага, дамы и господа! Волнующий момент. Все ли получится? Сводимся, целимся и с криками «Йо-хо-хо!» Забираем вражеские авианосцы и получаем себе кракена. Ну а с вами был Тури, он же Александр Петров. Ребята, играйте в World of Warships, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и вступайте в группу ВКонтакте. Увидимся с вами на полях морских сражений. До новых встреч. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok